Библейский портал экзегет.ру представляет В рамках проекта, представленного библейским порталом экзегет.ру, мы продолжим разговор об откровении Анны Богослова и посмотрим сейчас на 15-ю главу. При разделении текста на главы 15-я глава получилась очень краткой. И хотя с точки зрения содержания она довольно ясно отделена от того текста, который попал потом в 16-ю главу, но всё-таки содержательно очень трудно отделить одно от другого. Но попробуем. В 15-й главе Иоанн говорит об ещё одном своём видении, знамении на небе великом и чудесном, об ангелах, которые имеют семь последних ясв, оканчивающих ярость Божью. В прошлой главе мы видели с вами образ жатвы, который для Иоанна и для людей, принадлежащих к библейской культуре, чаще всего означает именно окончание долготерпения Божьего. Да, означает тот факт, что Бог кладёт предел власти и торжеству зла и драконов в этом мире. Вот, оканчивается ярость Божья, подводится некоторый итог. И, начиная говорить о том, что с этими семью ангелами и семью язвами ему открылось, Иоанн свидетельствует читателю о том, что он видит некоторое стеклянное море, смешанное с огнём, вот нечто сияющее, нечто сияющее, на котором победившие зверя, его образ, его начертание, число имени его, победившие зверя, те, кто не подчинились ему, те, кто, может быть, погибли в этом противостоянии или внутренне не сдались, и те, на кого образ этого самого зверя, на ком не отразился. Тоже важное представление, понимаете, о человеке, представление о том, что мы становимся похожими, в каком-то смысле, на то, чему подчиняемся, на то, чему поклоняемся. И поэтому вот те, кто поклоняются зверю, становятся похожими на этого имперского десятирогого зверя, но есть те, кто в божьем сиянии отвергают его образ, не принимают его на себя, а похожи на Христа, несут на себе этот образ божий. И поют песнь Моисея, раба Божьего, и песнь Агнца. Во-первых, то, что этот гимн литургический назван песнью Моисея и песнью Агнца, сразу отсылает нас к песне, которую вместе с Моисеем воспевает народ Божий, пою Богу моему, ибо высоко превознесся, коня и всадника его вернул в море, после того, как народ Божий проходит якопосуху через Красное море. Песнь освобождения, песнь о том, что обреченная на гибель Бог чудесным образом спас. Вот, собственно, о чем идет речь. И Иоанн говорит о том, что это также и песнь Агнца. «Великие чудные дела Твои, Господи, Божий Вседержитель, праведные истинные пути Твои». Это пути по дну Красного моря, пути, когда надежда неожиданно открывается для тех, для кого нет этой надежды. Путь, на котором единственной надеждой является сам Бог. «И кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего, ибо Ты один свят». Вот это прославление имени Божьего – это чрезвычайно важная альтернатива, собственно, единственная живая, альтернатива поклонению драконам. Но и дальше Иоанн говорит, вернее, говорит, конечно, автор того литургического гимна, который Евангелистан здесь цитирует, говорит, «Кто не убоится Тебя, кто не прославит Тебя, Господи Божий Вседержитель, Царь Святых, и все народы придут и поклонятся перед Тобою, потому что открылись суды Твои». И тоже эта цитата сразу из нескольких мест Ветхого Завета, не только из Исаии Вавилонского. Сегодня, может быть, для нас чрезвычайно важно тоже услышать, что спасение, которое Бог совершает, не ограничивается теми или иными этническими или какими-то другими человеческими рамками. Все народы, все человечество поклонятся перед Тобою, так или иначе. Это не значит, что все поголовно. Отнюдь евангелист Иоанн в Откровении не раз говорит о том, что есть люди, которые, в конце концов, выбирают быть с драконом, но все-таки кроме этого нравственного выбора никакие другие человеческие рамки не определяют, кто будет или не будет спасен. Это могут быть люди, принадлежащие к тем или иным, любым, этническим, социальным и каким угодно группам. Твоя жизнь определяется твоим отношением к Богу, а не к чему-нибудь или кому-нибудь другому. И для читателей тоже его. Это очень важно, потому что он ведь им говорит, что да, гонения происходят, и вы становитесь жертвами этих гонений, но в конечном итоге живы вы или мертвы, победили вы или не победили, определяется не этим, а тем, каковы ваши отношения к Богу и к Агнцу. И дальше в сущности евангелист Иоанн переводит разговор на эти чаши гнева Божьего, которые затем будут обсуждаться в 16 главе, и мы тоже в соответствующий момент о них поговорим. Субтитры создавал DimaTorzok